И нет, никакая это не шутка, это все было на самом деле, жил да был себе хлопчик, звали его Захарий Портной, так нам будет, наверное, нашему уху привычнее слышать эту фамилию, либо тем ребятам, с которыми он жил и служил вместе в одном полку, им же будет привычнее называть его Закарий Тейлор, дослужился он до того, что снискал себе честь и славу и выбрали его в результате 12-м президентом Соединенных Штатов Америки. В его честь была выпущена бритва, мануфактуру Вейден Бутчер, у которой, кстати сказать, для них вообще такое нестандартное решение по спине. Вот написано, General Z. Taylor, the hero of Monterey and Buena Vista. Опять же таки, заслужил он славу себе в американо-мексиканской компании, о чем свидетельствует Википедия, которую я не поленился, поскольку пока меня не забанили в интернетах, поэтому взял и почитал. Но, возвращаясь, в общем-то, к инструменту, была бритва предварительно подготовлена к заточке, другими словами, выполирована, вышлифована и оправа, и клиночек, все на свете. И вот здесь, в этих труднодоступных местах, все везде пошлифовал и торец, все-все-все поделал и заточил. Так, покажем. Твердая, очень твердая сталь, я бы сказал. Очень твердая. С одной стороны, это, безусловно, неплохо, в том плане, что, естественно, рабочая острота будет держаться максимально длительное время. С другой стороны, вполне возможно, что первые сеансов 10 бритья могут ощущаться как слегка избыточно агрессивные. Не факт, конечно, но упускать это из виду я бы не стал. Буквально еще одно слово по ней. Это непосредственно касается Сергея, как законного владельца. Вот здесь я слегка подточил клинышек, поскольку она закрывалась, и клиночек запирался в этом клинышке, в него затыкался. Во всем остальном, она, конечно, кривенькая, право. Но, если закрывать внимательно, не торопясь никуда, но, опять же таки, это касается любой бритвы, которая имеет определенного рода приличный возрастной такой ценз, то она просто сама по себе, из-за того, что оправа вот так ее слегка крутанула, туда, в левую сторону, стремится клиночек закусить ее вот здесь. А ее, как это сказать, подвергать термической обработке, вполне вероятно, что, поскольку здесь вот такой синтетический материал оправа, он из ранних, поэтому она достаточно хрупкая, поэтому сюда и поставили вот эти оголовья торцов. Покрыли это у нас... Это, наверное, не из Эльбера есть. Итак, номер один, Вейден Бучер. Следующая бритва, это у нас Тиеры Сары Сыновья, Розвар Францез, Ведесанан, Экстра, Гарантий. Кстати сказать, тоже такая Столючка тверденькая, несмотря на то, что это, ну, будем так говорить, выборока полная. Ну, тоже классная, классная штука. Ну, такая фасочка прикольная получилась, такая малюсенькая. Ну, и заточилась классно. Я тут, как мог, внутри оправы ее отмыл, потому что там было очень, как-то так, черным-черном. Но за счет того, что клинок в оправе сидит плотно, конечно, от механического воздействия она быстро в том месте чернеет. Наверняка будет шуршать такая звонкая штучка. Номер второй. Следующая бритва это у нас Джей Эс Холлер и Ко. Эдолф Блах Made in Germany. И травление на полотне гласит Our Daisy. Понятия не имею, что оно значит. Вот так вот. Смотрите-ка. Интересно. Вы видите, как все. Забавно. Хотя, оправу я не трогал, ничего не делал. Ну, оправу я заменю, это не вопрос. Вот к слову о том, насколько забавно такая штука первый раз я испытываю. Насколько хрупкие вот эти старорежимные синтетические оправы. Так. Проверяем ее тем временем на работоспособность. Номер третий. И четвертая бритва классика шведской школы. Это Хелберг из Эскельстуны. Данное решение на четверти выборки, другими словами, стремящиеся к клину. Чистые, твердые, плотные стали, конечно, у шведов. Вообще беззвучно оформляет. Рез. Вот эта четверочка. Сегодня по времени уже отправить не успеваю. Но завтра, естественно, сейчас я вот на этой бритве оправу сменю. И завтра, в первые половины дня, все, как обещал, бритвы отправлю законному владельцу. Поэтому с этой группой все. Надолго не прощаемся. Сейчас еще один коротенький репортажик сниму. И на сегодня пока все. Поэтому на всякий случай приятнейшего вечера и до скорых встреч в эфире. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok